В начале о спасении 14-летней девочки в Красноярском крае, которая потерялась неделю назад. Все это время она одна была в тайге, питалась ягодами. Сотрудники МЧС и Росгвардии вели масштабные поиски и, наконец, школьница обнаружена за несколько километров от дома. Александр Лякин продолжит. Нашли. В семь дней провела в Днепролазной тайге 14-летняя Яна Томачева. Ее искали спасатели, полиция, Росгвардия и вот, наконец, нашли. Из села Чиндат Тюхтенского района Красноярского края Яна с мамой и сестрами ушла в лес еще 24 июля. Все вернулись, кроме нее. Заблудилась. Такое бывает в этой непроходимой тайге. Как говорят спасатели, самостоятельно выйти из леса у ребенка не было практически никаких шансов. Вокруг десятки километров лесной чащи, через которую с трудом продиралась даже специальная техника. Вот с этого населенного пункта прям выехать туда, здесь можно на УАЗах добраться. Там, где ее видели последний раз. Здесь следы, здесь видели. 230 человек были брошены на поиски девочки. В лесу работало несколько групп кинологов. В воздухе постоянно висели вертолет, два беспилотника и легкомоторный самолет. Несколько раз поисковики находили места, где Яна ночевала. Они видели, что спит она на лежанке из еловых веток, питается ягодами. Но к тому времени ребенка на месте уже не было. Яна хоть и испугалась, но пыталась спастись. Хотя, как ни странно, если бы она просто сидела на одном месте, ее бы нашли быстрее. Ваша задача – десантирование. В итоге Яну обнаружили в 16 километрах от родного села. К этому времени она была сильно истощена, но, учитывая все обстоятельства, состояние ее признали удовлетворительным. Так как у нас достаточно прохладно, ну и ночи холодно, а это все-таки тайга, густой-густой очень лес, то девочка замерзла. С помощью сотрудников Красноярского авиационно-спасательного центра на вертолете Ми-8 МЧС России они отправились за девочкой в лес, где она была обнаружена. Все это время, когда ее нашли сотрудники полиции и Росгвардии, они были с ней. Вертолет, когда подлетел, он не мог сесть, так как был кругом лес. Он завис над летом и с помощью специального спискового устройства спасателей Красноярского авиационно-спасательного центра подняли на борт вертолета девочку. Сейчас Яну уже перевезли в Красноярск в больницу для более тщательного обследования. Александр Лякин, Сергей Филиппов, Первый канал.